всем привет друзья вернее доброе утро воскресное доброе утро пар идет холодно сейчас покажу машину вот и первый заморозок на машину так замерзли стекла и крыша позже ну друзья как всегда думал выехать пораньше как-то еще не получается пока в душ пока тогда сюда машина плюс замерзла пришлось вот еще тут почти 20 минут стоять чтобы отошла машина стекла все отношения вот а еду я показать вам такой замечательный замок нордкирхен я думаю взял дрон что мы там полетаем дело в том что я не знаю может нам запрещено это на быть карты смотреть вот и там будет встреча если все нормально с кем все увидите все покажу я расскажу ехать меня полтора часа 57 километров в 11 на 5 я должен приехать но это уже поздновато встреча назначена на 11 так что как-то так выдвигаемся маршрут я уже построил карты билки убил но у счастливой дороги нам друзья мои вот стоянка смотрите зачем оставили вот этот кусочек леса вот такой маленький здесь ну вы правильно догадались ну или вот сюда можно сбегать интересная стоянка нету туалетов обычно туалет их везде а тут нет только тот вышка есть связи стоит скоро уже будут на месте чуть-чуть осталось на улице 7 градусов всего тепла а выезжал я было 4 а ночью видно морозить сбыл потому что замерзла машина миллиметров пять было примерно льда на стеклах это вот много уже на ту резину не поменял ну восьмого поменяю ничего страшного так что двигаем дальше осталось чуть-чуть солнышко прям такой день сегодня хорошие вообще обалденный просто я это не помню это место потому что мы с другой стороны заходили здесь фонтан по ходу дела да был когда-то да у нас ему может отключили футбол действительно это я какой-то вот еще точно восточная тема вот друзья мои как и обещал смотрите с кем мы встретились народ всем здорово кто не знает это юра бородатая германия и он не один с ним константин это дневник беженца канал ну ничего но снимал же хорошо снимать зачем забросил ну вот начинаем отсюда мы проход такие вот медведи медведи непонятные бойцы китайцы шаолине здесь шаолине но здесь ранее был фонтанчик фонтанчик я предлагал палатку поставить костера жесть тут вот уже мангал стоит под шампура идем полетать посмотреть покажемся я то здесь был вам еще не показывал полетаем немного потом поем день покушаем да да такой красивый замок здесь очень много заходов во внутрь еще зайдем покажем сейчас мы обойдем его вокруг и на поле чтобы взлететь на дронах на я кстати заходил в этот замок и такой с экскурсия по моему с катюхой мы были ли с кем добрый наталья с детьми на улице оставалась и в общем мы пробежались там такая лестница и старая идешь она прям скрипит по тобой такой можно сказать реликвия что раньше по ней ходили типа короли там герцоги или еще кто-то а теперь мы щеголяем так что внутри есть что посмотреть интересно и далее я опять нашел бесплатного экскурсовода я был внутри доходил не я если раз правда я заплатить пришлось что-то не помню сколько везде платить надо я внутри не был здесь но я сколько смотрел у меня и сейчас во внутрь не запускает туда только если какие-то фестивали или что-то такое короче этот замок вы купили да это он сейчас государств нет государства ближе вот здесь огромные карты плавает знаю увидим мы их не увидим я думаю что нет сейчас так выглядит замок он очень большой здесь очень здоровый пока обойдешь его все она мы еще во внутренне заходили нордкирки он сделан построенный на искусственном острове вот такой это если в общем посмотреть так настало время запустить мой коптер мой полетал теперь юра свой содержится на щелки . объясню расскажу 240 грамм объясню расскажу как раз ему как летать все получится все увидите в видео кадры и у меня и у него на канале знаю может костяк сделает из себя видео халю все юра запустился ну там я высоко покажу нет не знаю он там он теперь юра летать будет камерой там как впечатление отлично начала разобраться чуть не знаю разберешься так юрик профессионал уже тут варить все сел он автоматически сам отключается смысле вот я посадил его он все отключился сам ничего нет сейчас отключим ну как скажи как прикольно впечатление радуемся как дети я прикольная тема очень интересно красиво посмотрю пока шкаф а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В такой ресторанчик приехали. Тапас. Сейчас будем кушать крокодилов. Вот такой. Тапас. Ты же любитель, Костя. Сейчас. Юра накормит меня. Покажем. Кенгуру есть? Найдем. Китаятку найдем, говорит. Вот зашли мы в ресторанчик. Покушать. По супчику набрали. Юрчик, он сидит довольный. Дубль три. Всем приятного аппетита, дамы и господамы. У нас супчик на разогреве. Ой, я даже не знаю, мы так проголодались на свежем воздухе. Налетались, так что сейчас мы просто здесь все опустошили. Это сто процентов. Костяна плетает супчик. Народу мало, еды много. Так что мы тут надолго. Ну давай, хоть челкнемся. Не отключай, не отключай. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты чьё? Такой вот супчик у меня. Ну давай, за встречу. И за удачный полет. Да, полет был удачный. Короче, проголодался я вот так себе набрал всего-всего салатика. И еще отправили мы жариться морепродукты и крокодила. Крокодила ты взял? Да, взял. Но он вкусный, нормально, мне нравится. Сперва вроде как-то не очень, а потом ничего пошло. Костян тоже он там. Китайцы, знаете, что говорят? Они говорят, это, если ты крокодила отдал на жарку, то бонусом, когда выходишь, тебе дают еще с его шкуры ремень, сумочку и башмаки. Юрик, он довольный, поэтому красиво пожарили. Покажи, как питается бородатая Германия. Сейчас покажу. Вот так вот, друзья, питается бородатая Германия. У меня здесь есть филе судака, халибуд-филе, кусочек говядины, мидия, креветки. Здесь креветки и тунец. Все. А вот так вот питается добрый дядька. А это я так питаюсь. Тоже очень аппетитно. У него и оспиноги здесь. Что у меня тут? И это все мое. И это все я такой голодный. Что не съем, то наткусаю, да? Да, все, что не съем, то наткусаю. Всего площадь, да. Все включено. Все включено. Все, покидаем ресторанчик. Все, наелись. Короче, китайцы, это же это, скажи, раса драконов, огня боятся, наверное. Зашел сейчас в туалет, помыл руки, как открыл кран и в руках себе налил напор сразу, наверное, чтобы, если, не дай бог, конечно, загорится, чтобы пожарные рукава подключать к рукомойнику. Все вкусно, все хорошо. Ребята. Рекомендую, да, этот ресторан. Да, я рекомендую. Юрик-то точно рекомендует. Кстати, вот смотри, цена проперзон 13.90 всего лишь. Вообще дешево. Это зонток с 15.00. Ну, с 15.00 мы... Мы не досидели, да? А, ну, вот, тогда этот, 16.90 мы заплатили. Не, мы заплатили 15.00, 13.90. А, напитки? Дельно. Короче, они заплатили за себя нормально, а за меня, как за ребенка. А я-то что, я-то до 13 лет, нормально. Я выгляжу... Еще и подарок дали. Да? Что такое? Зубочистка. Зубочистка дали вот такую. Все, ребятки, разбегаемся. Покушали хорошо. Выдвигаясь я в сторону дома. Заеду еще в одно место. Не знаю, в этом будет фильм или в другом. Посмотрим по длине нашего фильма. Если будет не сильно длинный, значит, я вставлю вам, покажу еще, где был. И если нет, значит, в следующем влоге увидите. Все, давайте. Всем пока. Давай. Подписывайтесь, кто не подписан. Да. Ставьте лайки Константину. Пишите комментарии. А то, если прибежал с моего канала, к примеру, на... Не, по-другому это чуть обрежь. Прибежал будет некрасиво, да? Я оставлю. Я оставлю. Некрасиво будет, прибежал. Но, тем не менее, да, прибежал. Я хотел, пришел сказать. А прибежал это сильно быстро. Ладно. Ты пишите и передавать от меня привет. А я обычно такое ничего не вырезаю. Тоже, да, оставляю. А что они пикал вот сюда? Выгоняют? Не знаю. Машина, машина что-то. Нервные какие-то, да? Ну что, друзья мои. Вот наша встреча подошла к концу. Классные ребята. Классно пообщались. Классно погуляли. Классно покушали, посидели. Поговорили. Вот. Так что... Двигаем домой сейчас. Ну, не домой. Заеду, как уже сказал, в одно место. И поснимаю еще в одном месте. С дроном хочу полетать в красивом месте. Конечно же, вам покажу. Обязательно покажу вам. Друзья мои, смотрите, какая красота. Правда, мы тут против солнышка маленькое. Так красиво. А мы приехали к каньону. Так что кто... Лангерих, или как правильно? Лангериш называется. Я знаю, у меня есть подписчики. Привет вам. Я бы себе не простил ехать мимо каньона, а не пролететь здесь на дроне. Так что сейчас полетаем. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok